Мои господа, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу и сосредоточимся на матче Спартака и футбольного клуба «Факел». Хотелось бы отметить, что в этой игре я и многие другие ждали настоящей спортивной борьбы, потому что, во-первых, «Факел» тут недавно «Локомотив» обыграл, ну вот так на секундочку, «Спартак» в свою очередь сейчас на определенном спаде, да и мы помним недавний матч чемпионата, где «Спартак» с большим трудом обыграл «Факел», хотя там счет, конечно, был неприличный немножко, скажем так, крупный, но поэтому в целом «Факел» показал достойный футбол. Многие ждали, что здесь, в Кубке России, будет, так скажем, продолжение вот этой битвы. Но битва не вышла, потому что «Спартак» очень оперативно открыл счет, вышел вперед и дальше, так или иначе, все складывалось по сценарию «Спартака» и финальная точка этого сценария – разгром со счетом 3-0. Давайте обсудим эту встречу, но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания «Балтбет», и она сейчас приготовила для вас специальную акцию. Вы можете заработать 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте «Балтбет», а также ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Дерзайте, ребят. Ну а что касается состава «Спартака», ну, в каком-то смысле «Абаскаль» рисковал, можно даже так сказать. Потому что, во-первых, много изменений, много футболистов, которые, скажем так, оставляли неоднозначные впечатления ранее своими выступлениями, и поэтому «Спартак» действительно в каком-то смысле рисковал. Максименко на воротах, уж сколько его критиковали за последнее время в центре защиты. Джики, Мевля, трансфер, которого многие критиковали и считали его просто сбитым летчиком. И здесь же Маслов на позиции третьего центрального фактически. То есть здесь «Абаскаль» поменял расстановку и в каком-то смысле перешел на трехцентральных. То, что многие прогнозировали. Помните, были разговоры, что все приходят в «Спартак», хотят играть в четверку, что «Виттория», что «Абаскаль», а потом в итоге приходится переходить на трехцентральных. Кстати, чтобы было тоже своеобразным риском, потому что мы прекрасно понимаем, «Факел» играет в трицентральных, то есть здесь «Воронежцы» могли рассчитывать на вот эту симметрию схем, на то, что у них та же самая расстановка фактически, и им будет удобно обороняться. Но не сложилось. Касательно флангов, здесь еще один сюрприз. Здесь рассказов справа, Классен слева, рассказов, которые вы критиковали нещадно, и Виктор Классен, вы простите, Виктор Классен, Леон Классен, конечно же. А на позиции левого защитника, человек, который уже достаточно давно в «Спартаке», но толком ни у кого не играл, в центре поля. Вот здесь очень важные изменения. Зобнин плюс Пруцев. Наконец-то дождались Пруцеву в основе. На мой взгляд, одна из ошибок «Спартака» в недавних встречах, то, что Пруцеву не доверяли место в составе. Хотя, на мой взгляд, именно он должен играть, а не тот же самый Умяров, например, Косячник или еще кто-нибудь. Ну и впереди, опять же, отметим появление молодого нападающего, который забил мяч, а мог забить еще. Отметим появление здесь Куинти Промеса и Игнатова. И хотелось бы отметить, что тройка атаки, на мой взгляд, показала себя очень пристойно. Здесь и Промес зажигал, и Мелехин тот самый молодой смог отметиться одним забитым мячом, а мог оформить и дубль. Он был таким, знаете, добивающим элементом, потому что Промес наносил удары, а дальше молодой падаван, так скажем, мог добить неприятеля своими точными ударами. Один раз оформил вот это добивание, во второй ситуации не стал, так скажем, оформлять. Последнее касание оставил Антону Промесу забитый мяч. Ну и в целом хотелось бы отметить, что атака играла очень неплохо. Нельзя сказать, что Спартак продемонстрировал какое-то огромное количество опасных моментов, но в этой встрече, что очень важно, у Спартака была хорошая реализация. То есть не было того количества запоротых моментов, как в предыдущих встречах, где Спартак, объективно говоря, не дозабивал. Должен был забивать больше, забил недостаточно. При этом Спартак показал хорошее движение. Зобнин вновь показал классный футбол, и одна из голевых атак была разогнана им после отбора. В принципе, очень неплохо команда действовала и в плане комбинаций. Спартаковская стеночка, Джики и всех остальных во время третьего забитого мяча тоже стала таким приятненьким нюансом. В общем, все очень достойно. Многие сомневались в обороне, не без оснований, потому что здесь, конечно, связка жгучая. Классан рассказов, мевля, маслов. В общем, знаете, здесь кауфриза еще не хватало для полного великолепия. Но стоит отметить, что Воронеж не создал особого напряжения у ворот Максименко. Да, парочку раз голки про Спартака пришлось вступать в игру. А так, в общем-то, достаточно холоднокровно и спокойно действовала эта оборона. При том, что здесь собраны элитные косячные силы. И казалось, что здесь должны быть привозы. Но, знаете, по всей видимости, Абаскаль действительно способен добиваться прогресса от футболистов. И мы видели, что Зобнин как прибавил. Знаете, если сейчас рассказов с Классаном станут нормальными защитниками, то Абаскальу нужно будет памятник где-нибудь там ставить возле открытия арены. Не Федуну ставить памятник, а Абаскалью. Понятное дело, что соперник так себе был. С другой стороны, Факео это команда не из простых. Они как бы локомотив недавно бахнули, с которым скоро в Спартаку играть. Они как бы очень часто в ничью играли, в том числе с топовыми соперниками. Дай бог памяти Динамо и Краснодар сыграли в ничью с тем самым Факеом. Команда-то неуступчивая. Так что то, что Спартак так убедительно раскатал их, ну это как бы мощный показатель. И, кстати, если бы не Городов, Галкипер, собственно говоря, Факела, то могли бы, в принципе, спартаковцы забивать и больше. Да, у них была хорошая реализация, но они могли забить еще. Поэтому Спартак, в принципе, в большом порядке. Да, с учетом класса соперников здесь не стоит прям восхищаться. Но то, что я говорил раньше, у Спартака есть футбол. У Спартака есть игра. То, что периодически из-за косяков Умярова и всех остальных, то, что из-за плохой реализации Спартак проигрывает, это не отменяет того факта, что у команды есть рисунок игры, есть понятный стиль. А это самое важное. Это то, что должно давать результат на длительной дистанции, несмотря на какие-то разовые ситуативные ошибки или временные спады. Поэтому Спартак, мне кажется, сейчас должен потихонечку вытягиваться из того кризиса небольшого, в который он попал.